Привет, друзья! Я к Новому году буду дарить вам волшебство. Вот, например, у меня картина, но это любовь такая, вот такая странная любовь. Это на ладошке гномик, у него нимб над головой, а там такая любовь, между такими прозрачными пространствами бесконечными. Да, ну, игрушки, вот женщины любят волшебство, женщины любят сказки такие в детстве. Мужчины, они как-то больше анализируют, а женщины больше верят. Мужчины больше создают, а женщины больше пользуются, берегут, берегинят такие, жизнь нам дают и сохраняют нашу жизнь. Да, ну вот, поэтому я буду дарить сказки. Но в каждой сказке есть действие. Вот, например, сейчас будет такой ролик, который помогает снять лишнее напряжение, расслабиться. Я назвал этот ролик «Волшебная ночь», как эту картину. «Волшебная ночь». Потому что, видите, замечталась, задумала, цветок в руке, там деревья какие-то непонятные, это ночь такая волшебная. Это моя старая картина «Маслом». Она очень хорошая, она очень такая живописная. «Волшебная ночь», запомните это название, да? Я вот несколько раз повторил, еще картину показал «Волшебную ночь», уже про сказки сказал, потому что к Новому году. Да, и про женщин сказал, что они берегини, берегини, и они изобретательные, да, изобретательные. И мужчины тоже создают новый мир, открывают новые пространства, путешествуют, да, открывают новые знания, да. Все это очень интересно, правда, это же все волшебство. А теперь послушайте меня внимательно. Потому что сейчас будет методика тоже волшебная, которая помогает снять лишнее напряжение. Я ее специально записал, чтобы ни одного слова не забыть. И вот мне было такое письмо. Как же хочется понимать все, что хочется. Сколько не делаю разгрузку, а потокового состояния не происходит. Напряжение физическое, внутренний диалог возвращается, как будто какой-то рефлекс организма выработал. Всякий раз приходится вспоминать состояние нуля. Тогда все отпускает. А так хотелось бы навсегда освободиться от этой съеженности. И мой ответ там. Может быть, вы все время напряжены, потому что все время решаете висящую проблему. А вся энергия мозга идет на ее решение. Постоянное мобилизованное состояние. Или это уже съеженность так закрепилась, как блоки тела и мешают, как болезнь, быть свободнее. А мы сейчас будем говорить, как извлечь корень всех болезней. Как освободиться от стрессов. Вот я буду перечислять сейчас ряд реакций, звуков и вкусов. А выбирайте, на что возникла реакция. И не удивляйтесь, что после этого или слезы прольются, или радость появится. Ничему не удивляйтесь. А может, зевота или сонливость появится. Или дрожание в теле. Или тепло. Или прохлада. После этого через минуту делается невыносимо хорошо. Так хорошо, как давно не было. И начнется восстановление сил. И начнется улучшение здоровья. И запомните. Решатся или почти решатся некоторые вопросы, над которыми вы некоторое время бились. Да. Итак, внимание. Внимание. Итак, звук Х. Цвет синий. Вкус гонок. Горький. Дрожь в теле. Тепло в груди. Ломотка, распирание, токовое ощущение. Волна тепла. Потряхивание в теле. Тяжесть. Боль. Судорога. Освобождение. Лёгкость. Напряжение. И расслабление. Зная ответ, я буду задавать вопросы. Я знаю ответ, которые вы мне дадите. А буду сейчас задавать вопросы, отвечая на которые вы сами поймёте, просветитесь. Например, как вы думаете, в чём основная причина болезни человека? Этот способ сейчас, который я делаю, не лекция, а способ включения мышления, развития человека. Вот люди болеют из-за наличия у них сознания. Я так считаю, да. Потому что сознание не даёт слышать потребности нервной системы, которые блокируются культурой воспитанием, образованием, страхом, комплексами, авторитетами, советами, рекомендациями. Люди не слышат организма. Они слышат только часть. Они слышат, например, потребности в питье, в еде, во сне, в сексе, в общении. А некоторые потребности нервной системы не слышат вовсе, потому что заблокированы эти потребности. И поэтому люди болеют. Потому что у них нет согласования между сознанием, подсознанием и организмом. У них нет целостности. И поэтому эти потенциалы напряжения. И вот эти потенциалы напряжения, как бы человек ни пытался расслабиться, а всё равно у него напряжение есть. И он этого даже не подозревает, потому что порог восприимчивости этих сигналов достаточно высокий. Потому что человек привык всё терпеть. Человек адаптируется, привыкает терпеть. Он даже не понимает, что есть такое состояние внутренней свободы. Есть такое состояние, когда душа поёт. И вот если вы хотите вспомнить это состояние, вам надо научиться пользоваться нулём. Для того, чтобы пользоваться нулём, вам надо подбирать себе действия, как триггеры, которые резонансны текущему состоянию в данный момент. Поэтому я вам перечислял. Горько, сладко, зевото, цвет синий, дрожание, подёргивание, покачивание, хождение туда-сюда по комнате, может быть, плавательные движения, может быть, скакать на коне. Вы вот так вот прослушиваете, прослушиваете, и что вас зацепит, это резонансно вашему состоянию. Там потенциал напряжения. И он, этот момент, снимается. Происходит разгрузка. Может, слёзы пойдут. Может, дрожание увеличится, потому что, когда мы накладываем триггер, то есть какой-то образ резонансный в вашему внутреннему состоянию, очень интересно я вам сейчас рассказываю то, чего вы не знали. Если мы найдём действие, полностью соответствующее вашему текущему состоянию в моменте, то моментально происходит снятие стресса. Моментально происходит, а это происходит через то, что может быть, если накопилось то, что вы не спали давно, вам хочется спать, тогда надо спать тут же, немедленно. А если накопились у вас какие-то невыплаканные обиды, неотреагированные эмоции, надо обязательно сделать то, что организм требует. Сделайте это. Может быть, вам кричать хочется, может быть, вам плакать хочется, может быть, вам дрожать хочется, может быть, бить по стенке, А вы бейте так по воздуху, бейте так по воздуху, как бой с тенью делают боксеры. Или вот так сидите и делайте, как будто на барабане барабаните. Вот делайте то, что вам подходит. Если вы подобрали то, что вам подходит и поделали, 10-15 секунд наступает такое состояние великолепия, такое благоденствие, такое безвремение. Это ноль, состояние нулевое, в котором безмятежность, нет суеты мысли. И вот когда я говорю, я как будто дирижирую, это жесты тела, мне удобно их делать в этот момент, в моменте. А может быть вам удобнее вот так вот делать, а может вам удобнее раскачиваться, а может вам хочется зевать, а может быть вам вращать головой, а может быть по качеству тела. Вот я перечисляю разные такие резонансные действия. Резонансное – это то, что совпадает с вами. И тут же моментально происходит волшебство. Превращение. Называется трансформация. Что такое трансформация? Превращение только на другом языке. Вот и всё, на языке техническом, например. Превращение. Волшебство. Когда вам хочется просто так забыться, наконец-то успокоились. Такое состояние, которого давно-давно не было. Такой покой. Такое хорошее состояние. Удивительно. Даже, может быть, кто-то и не ожидал, что вот сейчас, за 5 минут, за 7-8 минут моего просто разговора уже происходит волшебство. Но это научная методика. Подбирать триггерные действия или образы путём перебора, на которые возникает резонансная реакция. Рефлекторная. Сброса лишнего напряжения. За счёт совпадения частот. Вот так, друзья. И теперь после этого не удивляйтесь, что некоторые вопросы, которые вас мучили, и вы не могли их решить, может быть, они и начнут решаться, потому что, может быть, и сегодня во сне, или завтра, когда вы проснётесь, или когда будете мыть руки, или чистить зубы, в какой-то момент, когда будете принимать душ, прохладный или тёплый, в какой-то момент придёт озарение, ну то, что это? Естественное. Совершенно естественное понимание. С удивлением. Как же я раньше не додумался? Действительно, вы что-то вспомните, как решить этот вопрос. Что-то придёт на ум. Вот такое озарение. Сейчас я вас учу методики волшебной, которые, вообще-то, в принципе, я использую для обучения изобретателей, чтобы они могли озарением по заказу решать вопросы, над которыми давно размышляли, за счёт такого перебора триггеров, о которых я говорил, чтобы у них происходил, по модному слову, квантовый переход сброса напряжения и выход на состояние безмятежности. Там пустота в голове, и там мысли не сопровождаются эмоциями. Да, о чём бы вы ни подумали, такое состояние эмоциональной отрешённости, эмоциональной дистанцированности в этом состоянии, как бы вас ничего внутри не трогает, вашего эго нет в этот момент. А есть такое ощущение, как будто вы соединены с вечностью. И там за 10 минут у вас миллион минут времени, и там бесконечность. Это одновременное соединение в конкретном бесконечном. Это удивительное состояние. И не удивляйтесь, если ночью, сегодня, после этой волшебной методики, а я вроде бы ничего не говорил, я бы вроде бы ничего не делал, и вы ничего не делали, вы просто меня слушали, а я просто вам показал пару картин, просто сказал слово «волшебное», просто сказал нулевое состояние, просто сказал, что... И сейчас скажу, что из этого нулевого состояния, вдруг вы захотите спать, надо спать, хочется пойти прибраться в доме, приберитесь в доме, хочется там полы помыть, помойте или посуду, как когда-то Кристиана всё время делала повторяемые движения, моя посуда, и поэтому свободно освобождала мышление и создавала свои детективы. Потому что снимала блоки, снимала страх, комплексы, стереотипы, блоки сознания, и вы сейчас снимаете не только моя посуду, а это я вам рассказал, почему тогда Кристи так делала, потому что я это вычислил, и вот я вычислил эту методику сегодняшнюю, которую я вам сейчас рассказываю. Я вам говорил, звук ха, я вам говорил, звук синий, свет синий, я вам говорил, удивление может быть, а может быть дирижирование, и вы сейчас вспоминайте, вспоминайте, что же вам подходит, вспоминайте в детстве, во что вы любили играть. Да, у меня одна дама сказала, я столько лет испытывала напряжение, никак не могла расслабиться, а потом вы рассказали на каком-то ролике, вспомни себя младенцем, вспомни себя в детстве. Я стал вспоминать, как я с куколкой ходила, как я куколку в кроватку укачивала, клала в куколку кроватку, и вдруг я села, у меня слезы пролились, и потом я была такая счастливая за 20 лет. Отреагировала, отреагировала, и вы вспомните, может быть, что вы в детстве любили, и смоделируете это, да, может кто-то любил что-то, и сделайте это мысленно, мысленно, сейчас есть возможность, и потом не удивляйтесь, что у вас будет волшебная ночь. Вам приснятся приятные сны, волшебные, вам приснятся сказки, которые вы слышали, вам приснятся и цапли, и аисты, вам приснятся пенёчки и еловые шишки, вам приснится и медведь, и медведь, и лиса, лисичка, вам приснятся грибы и лисички, и белый гриб. И треугольник приснится, и квадрат, и круг. И вы будете удивлены, какое это счастье во взрослом уме, при взрослом опыте, при всех проблемах. Вспомнить себя, как в детстве, и соединить взрослый ум с детской свободной естественностью. Да, если вы, выйдя на ноль, начнёте мечтать о вашем завтрашнем дне, что ваш завтрашний день пройдёт, несмотря ни на что, в прекрасном настроении целый день, и ничто не сможет вам испортить настроение, оно так и будет. Потому что в нулевом состоянии, в этом состоянии безмятежности, если вы сделаете маленькое усилие, представите себе то, что вы хотите, эта установка психологическая трансформируется, превращается в доминанту психофизиологическую. Оно так и будет. Это принцип доминанта. И поэтому в своё время было написано, кто умеет управлять доминантой, управляет судьбой. Напишите мне, пожалуйста, кто это сказал, потому что это сказал автор теории доминанта, великий российский учёный. Вы можете вспомнить. Ну ладно, ухтамский. А теперь, друзья, теперь возьмите вот так просто, покачайтесь туда-сюда, покачайтесь туда-сюда, и переживайте. Соедините переживания свои с колебаниями. Открываю вам, если вы новичок, секрет. Не надо ждать во время переживаний, во время колебаний, немедленного открытия хорошего состояния. Просто переживайте и колебайтесь. Не открылось оно в данный момент. Потом, через некоторое время, опять повторите это упражнение. И так сделайте несколько раз. И в какой-то из моментов, бах, вы почувствуете, стало легко. И удивитесь. Как же это так произошло? Вроде бы ничего не делал, вроде бы ничего не делал, а послушал или послушала. И получилась волшебная методика. До встречи, друзья. До встречи. Хочу вам ещё сказать. Вам становится понятным то, что вы много раз слышали, только когда вы сами это пережили. А не потому, что это вы много раз слышали. Поэтому, пожалуйста, попробуйте, сделайте. Если хотите, добавьте туда и шалтай-болтай, и хлёст, и левитационные движения. Добавьте и посмотрите. Может быть, эффект этой волшебной методики многократно увеличится. Пишите, друзья. Что бы вы хотели ещё услышать, я вам расскажу в следующий раз. До встречи.